Немножко повторения. В прошлый раз мы говорили с вами о том, как принять силу. Мы говорили о том, что верующие люди, мы призваны ходить в Божьей силе. Мы говорили о аспектах, которые помогают верующим, или что нужно нам для того, чтобы принять Божью силу в нашей жизни. Сегодня я хочу продолжить и поговорить, как мы можем высвободить силу, дарованную нам. Поэтому тема моей проповеди – высвободи силу, дарованную тебе. Читаем для начала два местописания, которые записаны, они очень похожи в Деянии Апостола. Первое место, пятая глава, с 12 по 15 стих. Написаны такие слова. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославляя их. Верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы тень проходящего Петра осенила кого из них». Второе место – это 19 глава Деяния Апостолов, 11 стих и 12. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Я хотел бы пригласить сегодняшнюю современную церковь в начало. Бог положил в начале для нас очень яркий пример. Это была удивительная картина. Написано в одном месте и в другом месте, написано «руками апостолов». Я бы хотел, чтобы церковь сегодня подняла свои руки и сказала «Господи, и нашими руками». Господи, руководи нашими руками. Делай сегодня нашими руками. Сила Божья. Апостолы верили в силу, апостолы ценили силой, апостолы наполнены были силой. Так что тень, не молитва только горячая, а тень, тень Петра несла в себе божественную силу. Аллилуйя. Я не знаю, как для вас, для меня это не только нравится, это сжигает мою внутренность от ревности. Господи, дай сегодняшним верующим быть хоть чуть-чуть похожими на Петра. Но Писание призывает нас не чуть-чуть, но Бог не меняется. Слава Иисусу! Бог творил, написано, немало чудес. Руками другого апостола, Павла. В апостоле было настолько много силы. Послушайте, что все, что прикасалось к Нему телу, оно тоже набирало в себе силу. Поэтому, если Павел ложил платок себе в кармашек где-то, я не знаю, в каких они одеждах тогда ходили, то можно было смело брать этот платочек и нести куда-то. Пояс Павла был самый драгоценный верующих. Почему? Потому что в сосуде его, в теле Павла, был источник божественной силы настолько много, что брали и несли, куда бы ни несли, ложили, и написано, болезни прекращались. Прекращались. Еще раз хочу сказать, прекращались. И злые духи, что они делали? Уходили. Мне кажется, когда брат сегодня рассказывал это видение, там было чуть-чуть этих, которых хранят свое оружие, силы и власти. Мне кажется, этими словами Бог говорит к нам, братья и сестры, что каждый верующий является обладателем божественной силы в Духе Святом. Вы можете сказать на этом аминь? Когда вы приняли Дух Святой, вы приняли ли Его силу? Потому что Писание говорит, вы примете силу. Позвольте мне немножко вот как-то остановиться здесь, больше, чтобы мы поняли Божий путь. Бог всегда предлагал себя как источник силы, источник помощи и победы, потому что у человека существует множество врагов и обстоятельств, которые сильнее нас. Вот по этой причине и в Старом Завете, и в Новом Завете Бог всегда предлагал человеку себя как источник нашей силы. Поэтому в этом собрании я приглашаю вас воскрикнуть, Бог есть источник моей силы. Все слова Писания, все, можно сказать, истории, перечитанные здесь, это увещание Богу. Бог говорит, я источник Твоей силы. Я источник Твоей силы. Бог Твоя сила и Бог Твоя победа. Аллилуйя. Ветхий Завет, правда, отличается от Нового Завета. Иногда есть проблема в том, что христиане, живущие в Новом Завете, мы продолжаем мыслить и пользоваться силой Божьей, как будто бы мы живем до распятия Иисуса Христа. Я хотел бы провести в этом параллель, чтобы мы увидели, как все-таки нам пользоваться и жить Божьей силой. В Ветхом Завете ключом народа Божьего было заслуги пред Богом. Для того, чтобы Божья сила действовала в них, они должны были тщательно исполнять Божьи заповеди и законы, и это позволяло для них пользоваться источником Божьей силы. И поэтому Бог предупреждал их, если вы перестанете мне слушать, если вы перестанете выполнять мои законы и заповеди, мои субботы, то в Левитам 26 глава 36 написаны такие слова, «Оставшиеся из вас пошлю в сердце робость в земле врагов их». То есть вы попадете в плен, и не только вы попадете в плен, но будучи в плену, в вашем сердце не найдется ни капельки силы. То есть вы будете настолько робкими, что шум колеблющегося листа погонит их, побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует их. Это состояние, в котором может очутиться человек, который не понимает новозаветний способ или применения, или действия Божьей силы. Иногда верующие, иногда мы люди, если мы не внимательны, не осторожны, в божественном пути, мы можем оказаться в таком состоянии, что шелох Христа, как будто бы действие меча гонит нас, и мы падаем друг на друга, как будто бы кто-то преследует нас, в то время, когда никто не преследует нас. Новый Завет, он отличается. Почему? Потому что Христос говорит, прежде чем Он ушел, Он говорит, «Я умолю Отца, я стану пред Отцом, как заслуживший, как исполнивший всякую заповедь, закон, до последней, до малейшей иоты, во всем заслуживший, я стану пред Отцом Моим, и Он пошлет для вас Дух Святой». И когда Он говорил о послании Духа Святого, Он говорил, «Вы примете силу». Поэтому, братья и сестры, в Новом Завете, каждый верующий, кто принял Дух Святой, мы являемся с вами обладателями Божественной силы, живущей в нас, не потому, что мы заслужили, но потому, что однажды Христос заслужил во всем. Поэтому ни один из нас не должен быть подобие этого человека, который боится даже шолоха листа, боится все, что происходит вокруг нас, потому что в тебе и во мне живет Святой Божий Дух, и Он обладатель, и Он является в себе, содержит Божественную, потрясающую силу. вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Значение этого слова – сила. это означает сила в действии, сила в явлении. Когда Бог посылал Свой Дух Святой, Он не просто говорил, что в вашем доме будет резетка. Это значит, что Дух Святой пришел, чтобы являться, проявляться Божественной силой в твоей и в моей жизни против всех наших недостатков и всех наших врагов. Он, великий посланник, пришел, чтобы это совершить в твоей жизни. И Церковь Иисуса да, воскликнет Ему слава, аллилуйя, аллилуйя, слава Господу, слава Господу. Она есть у нас, но мне кажется, все, что нам нужно, научиться, как ее высвободить, чтобы она действовала, чтобы она действовала, чтобы не были верующие, как мы сегодня слышали, тянувшие за своим оружием. У меня были люди просто слабые, немощные, уставшие, но чтобы каждый из нас мы ходили в силе. И мне кажется, для этого данным рецепт апостол об этом описывает. Ефесянам 6 глава, 10 по 18 стих. И вы помните, это местописание, оно говорит так, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы». Аллилуйя. На одно мгновение, на одно мгновение, давайте мы представим, что все мы с вами укреплены могуществом Его силы. Что ты и я, мы больше не измеряемся нашими способностями и нашим силой, но мы измеряемся силой могущества Божьего. Аллилуйя. Христос ходил в силе, Он является для нас ярким примером. Кто мне служит, мне, да, что сделать? Последует. Апостолы ходили в силе, и даже народ прославлял их, потому что они были в силе. Иногда мы хотим, чтобы нас уважали, но нас будут уважать дети наши, идущие за нами, когда они увидят, что мы имеем некое подобие Сыну Божьему Иисусу Христу и Его апостолам, а значит, ходим в Его силе. И дальше он дает рецепт. Мне кажется, здесь есть рецепт, и там написано, вы дома почитайте, я за, для того, чтобы не занимать время, вот, но хочу взять несколько моментов, поговорить пути, которые мы можем высвободить. и первый путь, по которому мы высвобождаем Божью силу в действии, это когда мы побеждаем ложь. Поэтому первый рецепт, который дает Павел, припоясавший через славу вашей, тем истиной. Когда мы смотрим на искушение Христа, когда мы смотрим, как Христос облекался в силы, первым, что нужно было Иисусу Христу, Ему нужно было отвергнуть ложь и принять истину, воспользоваться истиной. Истина, она производит потрясающее действие, поражающие Божьи силы всех врагов и всех действий. Познайте истину! Истина сделает вас кем? Свободными! От кого? От себя! От дьявола! От мира! От болезней! От всего! Истина! Это потрясающая вещь! Дьявол это самое хитрое оружие, которое он использует сегодня против церкви, самое коварное, и разрушительное, это не блуд, братья и сестры, это не порнография, это ложь. Это ложь. И, к сожалению, иногда в наших сердцах, в наших умах приживается его такая красивая, праведная ложь. Он обманывает сегодня людей. кто из вас верит, что вас вы не все можете? У вас нету силы, вы слабы, вы не можете ни молиться, ни петь, на иванизации ходить. Ну, это ложь. Такой верующий связан ложью. Знаете, я в последнее время часто, я недавно беседовал с одной парой, они пытались в своих каких-то греховных путях, что-то еще с Богом как-то свои, и они сидят, и мне вот, беседы наши, пастор, nobody is perfect, nobody is perfect. То есть, никто не совершен, никто, мы все люди, по-нашему, мы все люди. Это вроде бы и правда, но это ложь. я в конце концов просто вознегодовал, я говорю, в конце концов, прекратите говорить, I am not perfect. Ты говоришь, я остаюсь таким, как я есть, мы подписываем себе приговор, да, мы несовершенны, но тот, кто призвал нас, он совершен, тот, кто живет в твоем сердце, он совершен, истина делает нас совершенными, праведность его делает нас совершенными, нам нужно отказаться от лжи, которые ограничивают наши мозги и наши действия вроде бы такими же, вот. Ну, это же правильно, но кто совершает? Сколько верующих сегодня говорят, я не могу. Сколько верующим дьявол пришел и сказал, слышишь, у тебя нет времени, у тебя нет времени. и многие верующие посчитали, калькулятор, хожу утром, рано встаю, поздно прихожу, правда, у меня нет времени, и у вас не будет времени никогда, покуда вы не отвергнете ложь. Когда вы скажете, у меня есть время, для Господа у меня есть время, Бог, который спас меня, оправдал меня, посылал мне Дух Святой, у меня есть для его время, у вас будет время на все. Есть бизнесмены, которые домой почти не приходят, если приходят, то уже полуживые, а есть бизнесмены, которые в церкви слушают, делом Божьим занимаются, Библию читают, молятся, находят время, свидетельствуют кому-то и успевают в бизнесе. Знаете, в чем разница? Разница во лжи. Сколько лжи есть в уме людей. Поэтому первое, что мы можем делать, первое, что мы должны делать, это победить ложь истинная. Христос сказал, отойди от меня, дьявол, ты мне не говоришь истины. мне с тобой не по пути, с тобой разговор закончен, я не могу с тобой проводить дебаты, я не могу с тобой провести на эту тему ни одну секунду, потому что то, что ты сейчас говоришь мне, это есть ложь. Поэтому мы высвобождаем божественную силу, когда мы побеждаем ложь истинной. Это действие Божье, которое потрясающим образом освобождает людей к новой жизни. Если ты в это веришь, скажи аминь. Аминь. Поэтому я хочу, призываю вас, церковь, давайте будем людьми победы и Божьей силы, освобождая себя от всякой лжи. Второе, мы высвобождаем силу, когда мы поддержим дерзновение нашего сердца. Поэтому Павел говорит, облеките себя броню праведности. Броня одевается на уязвимые места, и воины насилия в основном закрывали вот здесь, где есть жизненно важные органы. И Павел призывает верующих, что праведность Иисуса Христа это есть броня, которая защитит нас от всякого уныния, от моментов нашей слабости, от многих действий неустройств. Нам нужно поверить, что Иисус Христос это наша праведность. Иисус Христос это моя праведность. Знаете, когда я сажусь и думаю, что бы я мог бы сделать по-другому? Я часто загоняю себя в такую ну не депрессию, но такое уныние, что хочется сдаться и сказать, Господи, горы и холмы покройте меня от лица сидящего на престоле уже сейчас. Это не подает мне силы. Это делает меня слабым. И верующим и любим ковыряться в себе, чтобы мы могли Богу еще найти нашего хорошего. Но Христос есть праведность моя. Христос есть праведность твоя. Это сила для твоей души. Это вдохновение для твоего духа. Это когда ты можешь точно не смотреть на себя, но взирая на Господа, на Его заслуги и то, что сделано для нас через веру, это окреляет нашу веру, это окреляет наш дух, это дает нам уверенности. в моей жизни, когда Бог начал призывать меня на служение, у меня не было ни одной позитивной качества, которого я мог бы сказать, я могу быть пастором, потому что я вот это умею, вот это у меня хорошо получается, и вот это у меня хорошо получается. я боролся с Богом, я пытался с Ним приводить все мои качества, негативные, несостоятельные, неспособности мои, до тех пор, покуда через Его Слово Дух Святой на протяжении нескольких месяцев начал открывать мне картину Его праведности, которая есть во мне, на мне. Аллилуйя! Этой праведности я не заслужил ни одним действием. Эту праведность я принял, потому что я принял Иисуса моим Господом и моим Спасителем. Это единственное достоинство, которое мы можем сегодня вдохновить себя, животворить себя, вдохновить себя на служение Богу великому и славному, потому что Бог есть, Он есть оправдание наше. Аллилуйя! Аллилуйя! Когда ты идешь в собрание, ты чувствуешь, что с Богом у тебя лучшие отношения, что в Него к тебе претензий никаких. Знаете, как приятно быть в Доме Божьем? Знаете, как легко молиться? Знаете, как легко кричать Аллилуйя? Мы не спорим с Ним, мы принимаем как губка, впитываем в себя Его Слово, потому что праведность, она высвобождает наше сердце. И поэтому, когда мы это делаем, мы побеждаем, это высвобождается Божественная сила внутри нас. Эти люди улыбающиеся, эти верующие всегда счастливые, от них идет жизнь Божья, потому что они вдохновлены Божественной праведностью. Аллилуйя! Слава! Иисус! Третье, я не буду все перечитать, это готовность или обувь готовности. Я вот до себя думал, кто-то описывает, что Павел сидел в темнице, перед ним стоял воин, и вот он решил нарисовать образ воина посредством того, что он видел на римском воине. Возможно, это так, но я хочу перенести это в нашу жизнь сегодня. в наши будни, в нашу жизнь каждый день. Знаете, что проблема христианства это неготовность. Еще раз хочу повторить. Вся проблема у нас, что мы неготовы. Мне кажется, что враг он так искусно заключил христиан в какое-то бесплодное состояние. Мы мечтаем. Мы мечтаем. мы желаем, о, мы желаем, чтобы пробуждение было на земле. Кто из вас желает? Все желают. Все желаем, чтобы город спасся. Все желаем, чтобы церковь наполнилась. Все желаем, чтобы чудеса божьи творились. Мы не только желаем, мы вспоминаем. Мы устраиваем себе такие вот хорошие вечеринки. О, как было! Дух Святой действовал! И мы как будто бы... Но это не готовность. Готовность это обутые ноги сегодня готовы. Господи, я готов. Когда мы куда-то собираемся, когда мы дома уже обулись, это значит, мы готовы. Готовы идти в собрание, готовы идти на спевку, готовы идти на молитву, готовы идти проповедовать, готовы творить добро, готовы помочь ближнему. Это состояние готовности сердца, готовности нашей личности. И поэтому мы высвобождаем силу, когда мы говорим, я готов! Господи, я не знаю, что будет, но я готов! Надо найти решение вопроса, не зная как. Надел ноги, готовность и пошел. Господи, не знаю как, но готов! готов! Смотришь, это сила, Бог высвобождает свою силу. Когда мы готовы, могу ли я задать тебе вопрос, на что ты готов? Мы живем в такое время, что многие верующие даже не готовы каждое воскресенье приходить собрать. О какой готовности идет речь? Друзья, мы высвобождаем потрясающую Божью силу, когда мы говорим, Господь, я готов! Аллилуйя! Господь, можете представить, если верующие приходили в собрание и сказали, Господь, я готов, все, что пастырь скажет, нужно делать, буду делать. Можете представить, что бы это было? Пригласили бы в хоры, завтра полцеркви в хоры, мы бы уже, сестра Анина сказала бы, ну-ну-ну, ты лучше демолись, спасибо за готовность, спасибо за желание, но места нет, садись, занимайся чем-то другим. Готовность это потрясающее качество, великой Божьей силы. Мы можем сказать аминь, аминь. Четвертое, еще одно, и я завершу. Меч Духа, мы высвобождаем Божью силу, когда мы понимаем, что Бог дал нам не только истину, не только праведность, не только готовность, но дал нам меч. Вы знаете, как я это делаю? Я всегда беру с собой меч. Когда я иду на сражение, я не оставляю меч дома, потому что без меча я просто парень, который, ну, с рогаткой, идущий против ничего. Слово Божье, есть Божий меч, который должен быть в твоей и моей руке, в твоих и моих устах. Слово Божье это меч. Меч применяется для особой цели. мечом не затачивают карандаши, хлеб не режут, трава не рубают. Мечом поражают врагов. Мечом поражают врагов. Мечом изменяют обстоятельства. Мечом утверждают флаг победы. Мечом изгоняют всякое притеснение. Это и меч. Поэтому следующий момент, как мы высвобождаем действия Божьей силы, это когда мы берем Слово Божье и говорим так написано. Враг тебе говорит, ты знаешь все. Вы сходили к врачу, еще даже тесты не пришли, уже люди некоторые похоронили себя. Просто что враг сказал, есть подозрения маленькие там, какие-то нехорошие. И многие верующие едут домой, уже планируют, кто будет хоронить, как будут хоронить, даже какие венки будут ставить. Ну, не все, но есть такие тоже. Меч Духа. Не покидай Меч Духа. Тебя есть Слово. Тебя есть Слово. Бог дал нам Слово Божье на каждую ситуацию, на каждую жизнь. Если пришли в твою жизнь обстоятельства, если пришли в твою жизнь обстоятельства, как вы скажете, как я пользуюсь, я вот как пользуюсь мечом Духа, я иногда стою до тех пор в молитве ожидания, покуда Бог не даст мне Слово. Я жду молитвы, я скажу, Господь, если ты мне не дашь Слово, я не смогу победить сейчас никого, ничто, не изменить, не повлиять, ни на какую ситуацию, дай мне Слово. И я знаю, когда оно приходит, мой Дух, Дух Святой напоминает мне стих Писания, и реложит в мои мысли несколько слов, которые я знаю, это от Господа. И всякий раз, всякий раз, когда у меня была эта возможность, когда я делал так, то я видел, как высвобождалась Божья сила и приводила в свои результаты, потому что меч, он всегда приносит помощь, поражает врагов, утверждает Божью победу в жизни людей. Аллилуйя, Господу, слава! Поэтому Христос говорил, слышишь, дьявол, ты не только обманщик, я не только не принимаю твои лжи, я поражаю тебя. Вот почему он удалился, потому что неудобно, когда тебя ни один дьявол не может устоять, когда верующие его поражают мечом. Поэтому он не выдержал больше через несколько Божьих действий Христа, ибо написано, ибо написано, аллилуйя. Мы думаем, что это для нашей какой-то вот самонадеянности. Мы иногда пользуемся словом для нашей какой-то вот, чтобы удержаться на плаву, как якорь надежный для души, но Писание говорит, что Божье Слово это из меч Духа. В духовном мире мы можем совершить победы, пользуясь Его Словом. Можете представить, сколько добрых дел, сколько побед было бы на счету христианского мира, если бы мы пользовались мечом Духа всякий раз, а так дьявол иногда провоцирует нас на ропот, на недовольство, на осуждение друг друга. Христиане друг с другом борются, друг друга унижают, друг другу доказывают, вместо того, чтобы знать свое оружие и взять сегодня меч Духа и принести в любую ситуацию победу Иисуса Христа. Если вы в это верите, согласны, скажите Аминь. И последнее, это всякая молитва во всякое время. Да, можно есть другие пути высвобождать Божью силу, но я останавливаюсь только на этом. Молитва во всякое время, всякая молитва. Вы не представляете, братья и сестры, какое оружие Бог дал для нас в молитве. Павел дальше говорит, молитесь и обо мне. Молитесь о всех святых, молитесь и обо мне, чтобы мне проповедовать Божье Слово, как должно силе и власти. Молитва это потрясающая сила. Мне кажется, что христиане должны не прекращать молиться, научиться молиться день и молиться ночь. Всякий раз, когда у вас только есть свободная минутка, научить свой дух, приучить к молитве и просто молиться. О, Боже! Мы молимся так, я молюсь так, а потом каюсь за такие молитвы. Господи, ты не видишь, разве ты не видишь, как тяжело? Вижу же, тебе тяжело. Я уже вроде бы послал тебе все силы, чтобы тебе не было так тяжело. Может, помолись, в конце концов, другой молитвой. Иногда приходит во мне это действие, Господи, все, что 40 минут назад молился, просто прости меня за это, все, сотри, все, и по-другому начинаю молиться. Как только говорю, Господи, ты моя сила, я чувствую, как каждая клеточка в воздухе сверкает от божественного присутствия. Сила пришла, враг будет побежден, халллюя, его царство придет, даже если мы ждем год, даже если ждем два, даже если ждем три, мы молитве можем произносить слова божественной силы, веруя его обетованиям, провозглашая его верность, ожидая от него некого вдохновения, чтобы от Духа Святого в ту или иную ситуацию нашей жизни, как меч Духа, произнести слово пророческое, чтобы было, как написано, Бог призвал пророка, говорит, что ты видишь? Вижу костей, поле, костей! Оживут ли кости? Не знаю, Господи, ты знаешь, но если не знаешь, тогда повернись и скажи, кости, так говорит Господь, кости, так говорит Господь, во всякой молитвой, во всякое время, до тех пор, покуда Бог даст тебе слово, и ты скажешь в эту ситуацию, так говорит Господь, аллилуйя, аллилуйя, написано, эти кости начали двигаться, поле ожило, кости, кости мертвые ожили, начало действовать плоть, жилы появляться, мышцы, кожа, восстановление от Божьей силы, потому что человек, человек устами своими от Господа в молитве произнес слова, почему Павел говорит всякой молитвой, во всякое время, духом, какая есть потрясающая сила, когда мы отдаем свой дух и свои уста для молитвы духа, когда верующий говорит Дух Святой, мне очень хотелось бы помолиться сейчас, но я не знаю, о ком, мне очень хотелось бы сегодня принести в чужие жизнь, твою спасительную силу, твою помощь, твою власть, твое утешение, но я не знаю, о ком, я не знаю, как, наполни меня сейчас, Дух Святой, сделай меня сейчас ходатаем, человеком, который принесет силу твою в твою ситуацию, и вы будете удивлены, он вас наполнит пламенной молитвой, ходатайством, верой, брани, вы почувствуете, как из вас, через вас потечет сила, как греха, ханалюхи, и кто-то получит от Бога помощь, кто-то получит от Бога поддержку, есть много проигранных битв, потому что мы их проиграли в состоянии, когда мы не молимся, и так много выигранных сражений, так много душ, которые защищены сегодня, как много душ, как этих овец, которых пытался угнать враг, они в Доме Божьем, только по одной причине, что нашлись те люди своей молитвой, пробужденные ночью, или утром, или днем, в обед, или на работе, исполнившись Духом Святым, они о ком-то прилежно молились Духом. Аллелугия. Я верю, братья и сестры, что возможно состояние Петра и Павла возможно, подобие Иисуса Христа возможно. Для этого нужна готовность наша, и Бог будет использовать свою церковь больше. Это сила в тебе, это сила в церкви, это сила во мне. Все, что нам нужно это сделать, высвободить ее. увидеть ее, что вы смотрите,